Дмитрий Ильич, Вам знакомы? Ким Наталья Валерьевна знакома как начальник отдела управления образованием и молодежной политики. Ким Леонид Владимирович, я знаком. У Вас есть неприязные отношения с Казахстаном? Нет. Любую, уважаю. С какого времени Вы являетесь депутатом, советом депутатов в городе Версия? Депутатом совета депутатов является 16 марта 2011 года. Поясните, какие полномочия имеют представлены депутатом, совета депутатов в городе Версия? На основании уставов? Не понял, еще раз. Какие полномочия имеют депутаты на основании уставов в городе Версия? Полномочия на основании устава совета депутатов, уже ждемые в сессии имеют решать проблемы избирателей, стоять на защите избирателей, стоять на защите закона. Какой статус депутатов в городе Версия? Статус депутата? Нет. Как какой? Являются ли они представителями населения? Избирательным органом. Да, полномочия избирается населением. Они являются полномочиями представителями населения? Являются. Чем руководствуете свою деятельность депутат и совета депутатов в городе Версия? Законами Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 131-м федеральным законом. Нормативно проводимые акты в Новосибирском обществе. Да, нормативно проводимые акты в законодательном собрании, нормативно проводимые акты депутатов в Государственной Думе. Можете ли Вы, как депутат, совета депутатов, представлять интересное население и муниципального образования города Версия? Могу. На основании каких бытов? На основании заверенности. На основании усталого акты в основном очень? На основании усталого в городе Версия? Есть. Поясните, какие полномочия имеются для депутатов, связанные с бюджетом муниципального образования города Версия? Значит, совет депутатов, в том числе комитеты совета депутатов, рассматривают бюджет города Версия, утверждают его на комитетах, выносят на утверждение сессии и постатейно принимают решение утверждения бюджета города Версия. Прямое назначение имеет совет депутатов к утверждению бюджета города Версия. Расходование бюджета города Версия? Расходование бюджета города Версия. Да, и в том числе расходование бюджета города Версия, постатейно. А что именно такое расходование, подтверждается расходование или контролируется? Значит, в бюджете города Версия есть статьи, которые расходуются на физическую культуру, спорт, на образование, на социальную политику и другие сферы для того, чтобы мог существовать город Версия и население города Версия. Какие полномочия есть совет депутатов, которые связаны с расходованиями? Самые прямые. Утверждается ли каким-то образом расходование? Утверждается. Контролируется? Контролируется. Создаются комиссии специально, которые с советами депутатов и комитетами, которые контролируются. Из каких доходов формируется основной бюджет города Версия? Бюджет города Версия формируется из налогов. Налоговое поступление в казну бюджета города Версия составляет 4 миллиарда. Остается в городе Версии 20% бюджета. Остальные уходят в регион и федерацию. Бюджет города Версия дотационный. Дотации получаем бюджет города Версия из правительства Новосибирской области и решением законодательного собрания. По доходам наук, которые удерживаются с доходов населения Версия, какую часть бюджета составляет примерно? Я сейчас не могу сказать, у меня по группой нет. Это самая часть бюджета? Да. Нет, там большие цифры, я не помню. Да. Это надо брать бюджет, здесь постатейно. Что Вам известно по настоящему делу, по поводу, кем он так доверен и кем Леониде Владимировичу решили? Значит, 30 октября 2014 года на имя главы города Верска мной было направлено депутатское обращение следующего содержания. Уважаемый Андрей Геннадьевич, прошу Вас возъяснить Вашу позицию по заявлению Следственного комитета в отношении директора МКУ управления образованием и молодежной политики к им в связи с хищением денежных средств с бюджета города. Значит, в этом депутатском обращении было заявлено, оставилось в известность в том, что вынужден разноситься с иском заявления Дверский городской суд и в областную прокуратуру в отношении директора МКУ управления образованием и молодежной политики к им по данному вопросу. Так как ко мне обращаются избиратели с вопросом, долго ли будет находиться на должности Ким Наталья Варьевна с такими должностными финансовыми нарушениями, 1 декабря, ровно через месяц, в соответствии с административным кодексом, вновь был получен ответ о просмотрении депутатского обращения, который подписал исполняющий обязанности главы города Михаилов, в котором исполняющий обязанности главы города Михаилов извещает, что на ваше обращение с просьбой разъяснить позицию на заявление Следственного комитета в отношении директора МКУ управления образованием и молодежной политики Ким НВ в связи с хищением денежных средств с бюджета города Берска сообщает следующее. Факт хищения денежных средств с бюджета города Берска в настоящее время не установлен. Обвинительное заключение директора МКУ управления образованием и молодежной политики Ким Наталья Варьевна не удивилось, в связи с чем оснований для принятия каких-либо мер, директора МКУ управления образованием нет. В этот же день, 1 декабря, приходит запрос из Следственного комитета, где Следственный комитет просит рассмотреть на всех комитетах данный вопрос. Запрос этот рассматривается на комитетах и принимается решение о том, чтобы выделить представителя в суд. Запрос пришел 1 декабря следующего характера председателю Совета депутатов города Берска Новосибирской области Валерию Георгиевичу Баденову. Запрос в порядке части 4 статьи 21 УПК Российской Федерации в производстве Следственного отдела по городу Берс, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области находится уголовное отдело 464-486, возбужденное 11.08.2014 года в отношении директора НКУ Управления образованием и молодежной политики города Берска Новосибирской области. Далее по тексту НКУ ОМБ. Им Наталья Валерьевна по факту растрата ее денежных средств НКУ Управления образованием и молодежной политики, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УПК ЦРФ. В ходе предварительного расследования установлено, что 25.11.2013 года в городе Берске Новосибирской области между НКУ Управления образованием и молодежной политикой в лице директора Тима Натальи Валерьевна и общества ограниченной ответственности Ликгрин, где учредителем является супруг Тим Наталья Валерьевна и Тим Леонид Владимирович, директором ДОЧ Филиппова, был заключен муниципальный контракт номер 214-579 на выполнение подрядных работ по ремонту помещений в административном здании, расположенном по адресу Новосибирской области, город Берск, улица Карла Марса, дом 6, на общую сумму 1.580.000 рублей. 3.12.2013 года в городе Берске Новосибирской области между НКУ Управления образованием и молодежной политикой в лице директора Тима Натальи Владимирова и Лен Грин заключен муниципальный контракт номер 217-775 на выполнение подрядных работ на ремонт помещения артового зала, расположенного по адресу Новосибирской области, город Берск, улица Горького, дом 7, на общую сумму 999.297 рублей. В период с 29.11.2013 года по 23.12.2013 года в городе Берске Новосибирской области Тим Наталья Ванильевна приняла выполнение работ и подписала арты по форме ПС-2 и ПС-3, после чего в период с 05.12.2013 года по 26.12.2013 года Наталья Валерьевна, используя служебное положение, директор МТУ Управления образованием и молодежной политики на основании подписанных актов по форме ПС-2 и ПС-3, произвела оплату по муниципальным контрактам номер 214.579 от 25.11.2013 года и номер 217.775 от 3 декабря 2013 года. Не обоснованно перечислил в вереные демокридные средства на счет лендерин. Согласно заключению строительно-технической экспертизы от 20.06.2014 года при проведении ремонта помещений в административном здании, расположенном в адресу Новосибирской области город Берск, улица Карломарса, дом 6, яркого зала, расположенного в адресу Новосибирской области город Берск, улица Горьба, 7, были излишни, затрачены денежные средства в сумме 870 775 рублей. В соответствии с положением заключенных муниципальных контрактов, оплата проводилась за счет средств местного бюджета. Таким образом, в период с 5 декабря 2013 года по 26 декабря 2013 года, Наталья Валерьевна использовала служебное положение директора НПУ Управления образования и молодежной политики, растратила веренные ей денежные средства в сумме 870 775 рублей в пользу третьих лиц, причинив муниципальному образованию города Берска материальный ущерб. В связи с тем, что ущерб причинен муниципальному образованию города Берска, прошу вас определить представителя из числа депутатов города Берска Новосибирской области для представления интересов муниципального образования в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. Ответ на запрос прошу передать наручно представителю следственного отдела, старший следователь отдела, старший лепутант юстиции Горича Лова. Вот отсюда все пошло. Я ознакомился с выводами по вопросам, поставленным, которые проводила экспертиза, ознакомился непосредственно с явкой с повинной, прочитал явку с повинной, прочитал протоколы, которые после явки с повинной в присутствии адвокатов были заданы вопросы. Выводы по экспертизе были заданы несколько вопросов. Их, этих вопросов оказалось 9. Вопрос первый был, правильно ли составлены смертные расчеты, дакционные документации к заключенному муниципальному контракту. Вопросы, может быть, не нужны, если вы указываете, что это все есть в деле, можно привести. Вот на основании всех этих выводов... Частично обласили, если вы думали. И получается, какое решение было принято по запросу Следственного комитета? Было решение принято, значит, от бюджетного комитета направить Нинина Ивана Сергеевича, а от комитета по законодательству Русакова Алексея Николаевича. Направить для чего? Направить представителями, представлять интересы муниципального образования города Дерска в суде. Я как депутат, как человек, выставил свой гражданскую позицию. После обращения ко мне избирателей и педагогического сообщества города Дерска. Какое-то решение принималось за этим депутатом в случае вашего участия в качестве президента? Начался кавуар между депутатами города Дерска. Состоялся разговор кавуара и говорился так, что этим вопросом должен заниматься комитет по образованию, здравоохранению, социальной политике, туризму и спорту. То есть комитет, где я являюсь заместителем председателя комитета. То есть вы председатель комитета? Зам. Председатель комитета, Чуртка, Натмила Ивановна. Еще раз скажите название комитета. Комитет по образованию, социальной политике, здравоохранению, туризму, спорту и молодежной политике. То есть именно так, потому что вы являетесь заместителем комитета, поэтому смогло вас направить в качестве председателя председателя? Нет, это было решение моего, как депутата. Других вопросов есть. Где вы заявлены? Я поддерживаю то исковое заявление, которое я сейчас передал в делу. Поддерживаете новое заявление? А на какую сумму? 875 рублей. Нет. Субтитры делал DimaTorzok